всех приветствую с вами я ваш веган христолюб у нас с вами сегодня видео называется не веган ибо иисус говорил о вкушении мяса приточно говорил о вкушении мяса там убийстве животных можно сказать прямо даже да и не осуждал это якобы да мы в принципе с вами выходим на финишную прямую по видео по роликам не веган потому что или ибо в евангелии тот кто-то написано у нас конечно с вами предстоят апостолы но по евангелию в частности об исусе речь в основном идет но помните были ролики о бане крестителя мы с вами подходим на финишную прямую это третий можешь сказать ролик из финишных трех последних я вот подготовил на своем сайте страничку веган по библию меня все места что мы с вами что я разбирал вот эти они все здесь есть вы всегда найдете ну и давайте почитаем на сегодня с вами будет три места таких да в принципе речь идет сразу предупреждаю все три места речь в них идет не о прямом призыве естественно убивать там и потреблять в пищу трупы убитых животных иисус рассказывал как я это не раз уже говорил кто мои ролики давно смотрят последовательном в реальном режиме времени тем более то все уже знает это приточный язык которым иисус общался с народом на понятном языке чтобы до них донести что такое небесное царство или что такое радость для грешника обычно говорится понятным ему языком да в принципе наркомана мы объясняем небесное царство это где будет куча ширева из хотите действительно так как бы это грубо не звучало да и вот иисус рассказывает такую притчу да ну тут кто знает это место я его конечно вырвал немножко можно очень много брать на просто ролики мне так большие старайся хоть как-то под уменьшить да это всем известно я думаю кто нет вы можете обратиться сейчас мы в частности будем читать это евангелие от луки 15 глава мы прочтем всего с 20 по 24 стих но это притча блудном сыне именно притча иисус рассказывает историю да все я вам естественно там есть всегда контекст событий которые происходят кто что спрашивает это бывает очень важно но сегодня это не имеет особого значения я вам общую мысль эту обрисовал тоже да что это не прямой там лозунг или призыв да иисус мы сейчас принципе три места будем разбирать они все абсолютно четыре полом да я чё-то забыл раз два три четыре четыре игру 3 4 место будем что-то все что связано с такими местами я вот в отдельное выделил назвал его а мясе в пищу отдельным подпунктом в этой знаете своей страничке и вот мы все разберем это притча блудном сыне так многим известны кому нет обратитесь почитайте я думаю что вам будет не безинтересно давайте прочтем те конкретные практически стихи которые люди которые не хотят быть веганами убийцы труппажоры притягивают чтобы вот оправдать свои беззакония вот этот блудный сын который ушел там с наследством который все растратил возвращается до в дом покаявшись что оставил когда-то дома цар астратил все наследство и встал и пошел этот сын к отцу своему это рассказывает иисус это упрямая речь и когда он был еще далеко увидел его отец его и сжалился и побежал впал ему на шею и целовал его сын же сказал и отцу своему отче я согрешил против неба и пред тобою и уже не достоин называться сыном твои отец сказал рабам своим услугам домашним принесите лучшую одежду и оденьте его и дайте перстень на руку его и обувь на ноги его и приведите от кормного теленка и заколите и станем есть и веселиться ибо этот сын мой был мертв и ожил пропадал и нашелся и начали веселиться ну еще раз я говорю о том что но я себе пометочки тут делаю всегда вам их озвучиваю иисус проповедовал на понятном людом языке но это не призыв убивать животных то есть это раз конечно да о чем я все время говорю то есть иисус ну как людям показать радость до обычным еще грешником которому проповедует здесь мысль конечно же было кто знает притчи о блудном сыне конечно же это не проповедь как я всегда веганстве да так и мои ролики они все тоже очень узкие и вы заметите у меня ролики не сравним евангелие доктора за два часа читается у меня ролики бывают по два часа какой-нибудь очень маленькой узкой теме посвящены да вот это все что до нас дошло так скажем о жизни учения иисуса христа вот кто его писал кто переписывал переводил и перетолковывал до нас дошедший через гремучие призму веков и гремучие секты под именем православик тельцизм протестантизм но остается все это для нас с вами тайной да насколько оно искажено но не тайной детям света все открыто я имею до тайной в том плане чтобы если бы это официально доказать можно был по сердцу мы все прекрасно будучи светом освещаем и видим везде где что доброе что плохое как со светом в комнату заходит да вот здесь то же самое конечно же но первых я вам всегда разные эти вещи показывают здесь несколько инструментов которыми можем изобличать эту так скажем неправду ложь хотите оправдание убийц труппажоров во первых я вам всегда говорил слушайте любые вот эти негодные стихи так скажем если уж на то до всегда можно выкинуть из текста и перечитывая из этих стихов ты понимаешь что смысл вообще не теряется да и и и и и наденьте перстень на руку его и обувь на ноги его и и более того все горил слушайте ведь кто это все сюда приписал может иисус просто сказал и и приготовьте пир шикарный да и будем есть и веселиться ну почему иисус так не сказала я уверен что он сказал именно так вот я христианин веган познавший что бог есть любовь не через бумажки вот и в которых есть разные вещи а кто знает через опыт божьего мне откровение я знаю что бог есть абсолютная любовь и я в бумажках тех самых вижу порой несостыковку который казалось бы говорят о том что бог есть любовь в теории и на практике я вижу до того же самого христа богом любовью сколько добра творящего и казалось есть какие-то нюансы которых я вижу что он не такая-то любовь но бог есть абсолютная любовь его самый ученик иоанн богослов который еще во время христа там за несколько дней до его ареста все порывался огонь с неба снизвести чтоб целый город истребить да потом пишет что бог есть свет и нет в нем никакой тьмы что бог есть любовь и пребывающий в любви пребывает в боге и бог в нем всякие нелюбящие ненавидящие не знает бога потому что нет в нем любви потому что не любит и что единственную заповедь чтобы мы любили друг друга да это очень важно понимать поэтому конечно же здесь все элементарно объясняется во первых я конечно не верю что иисус вообще так поражался я вам скажу то как есть на самом деле да о чем я вам не раз говорил но кто-то муж первый раз ролик будет смотреть мы яка христианин до этого то что в бумажках написано неважно мы с вами читаем текст уже в современном мире виде электронные да это вообще какие-то микро точки на экране на матричном да это все абсолютно бог дал свободу даже это искажать да кто писал евангелие когда кто переписывал когда все это стало когда христианство так называемое уже стало религиозным министерством еще уже при царе константине ну хоть он еще тогда не прям его взрастил с государством точнее прикрепил к себе как некий элемент что потом творилось что там переписывал спереди переводилась я доказать вам не могу но я знаю что это неправда я знаю что иисус бог любовь бог любовь вы знаете мы так не придаем значение этим словам мы сказали любовь мы сказали сразу все никакого зла какой же любовь в убийстве животного как можно есть и веселиться когда ты только что прервал чью-то жизнь жестоко бессердечно а может быть даже хладнокровные чем не лучше да просто взял и перерезал кому-то горло конечно нет разве был таким иисус конечно нет так что вот так вот здесь все это элементарно я говорю несмотря на то что в принципе иисус конечно я сам знаете иногда ты даже за собой не я в моих проповедях можно наверное все старые посмотреть я помню как я не замечал за собой но я-то грешник да бог есть любовь пришедшего плоти он совершенство в моих тоже можно пробу я тоже возрастал да я мог у меня могли пролетать такие знаете грешные фразки типа есть такая пословица за двумя зайцами погонишь сразу двух зайцев убить да вот я помню знаете у меня мне кажется даже такой публично можно найти мое высказывание в том плане да что это пословицу употреблял когда там что-то говоришь по-моему еще когда мне беседы я много беседовал помню формат мой так начинался с разными людьми ну с христианами да в основном вот и потом я подумал зачем я эту говорю я перестал так говорить причем есть такой за двумя зайцами погонишься ни одного не догонишь да и я стал говорить вот и из этой где двух зайцев и убьешь или не убьешь а не догонишь да вот хотя это и есть принципе другая есть это кто-то говорит есть немножко другая формировку но я именно то устал до тоже это про догонишь а из послой пословица простите что вот именно двух зайцев убить одним выстрелом есть такое такая пословица о как да как двух зайцев убить одним выстрелом я стал не убить а догнать стал говорить вот тоже и многие замечали я многих стал поправлять да вот но опять же я к этому дошел будучи грешным человеком да да таких вещей я стал следить за собой за всеми тем вещами и как я всем проповедую по образу и подобии сусу он сам проповедовал совершенстве чтобы ты во всем и как апостол павел писал что да невеста христова она беспятная порог и в ней нет никакого недостатка я стал обращать на все в нем на всякие мелочи в своей жизни чтобы быть непорочным так скажем в этом плане до следить за собой в таких вещах то же самое да вот и поэтому я говорю конечно может быть иисус им рассказывал в таком плане знаете что передать образ что вот какая радость какая радость у этого отца тут же смысл конечно же ведь я уже тоже вам такие примеры мы рассматривали же что-то здесь просто конкретно мясо касается я их немножко выделил вы помните в рамках этого плейлиста который записываю веган по библии этой серии роликов мы уже брали я показывал похожие моменты действительно тут же смысл был открыть когда иисус рассказывал не было очень глубокая мысль до показатель кого бога любовь но здесь в частности не к животному а к человеку да и этот отец этот сын который ушел там на землю чужую при этом сначала у отца потребовав свою долю там два брата было до по притче иисуса потребовав свою часть наследства отцовского ушел все растратил с блудницами там с грешниками в попойках вот дошел до нищеты стал там за копейки работать да есть вместе со свиньями из одного корыта вот и потом решил вернуться здесь показана любовь отца и что этот сын сам говорил приду к отцу попрошусь хоть не сыном уж хоть бы меня взял рабочим то что я знаю что умею моего отца рабочие живут лучше чем я туда где-то на да он там далеко куда-то ушел написано на чужбину даешь там где-то там за копейки в чужой стране из свинячьего корыта есть даже ему его даже не кормит по-человечески когда он там пастухом работал или кем-то может свинары свинарем каким как там называется да свинопасом вот и показана любовь отца что отец ты ты огромный все вырвали из контекста может быть даже кому-то лучше все своими словами немножко рассказываем сами можете все прочитать я тех знаю дословно поэтому считаю себя вправе все это так пересказывать да вот и показано как отец на ворот написано что вот именно увидел только издалека своего сына раньше не было смс-ок мобильников да вот да и у сына такого обедневшим уж ничего не было на увидел издалека и как написано бросился на шею то есть обнял поцеловал его написано и и вернул ему все сыновья достоинства то есть показан богатый родитель да если иисус сам призывал по вы помните неоднократно богатых продавать семей не то здесь иисус не касается всех а как и игру как я много разгрыла невозможно в одной проповеди сказать все что иисус то же самое сам призывал продать все имение там нет ни один раз богатых до призывал вот здесь показано бород богатый человек что не слуги там тут же даже в этом месте мы с вами прочитали и он все возвращается сын одевать царские одежды в своих дорогие перстень там фамильные дает на на пальцы до рук и закатывает огромный праздник чтобы все радовались ибо сын он горит этот был мертв как бы до для всех то что пропал ушел и ожил вернулся до пропадал и нашелся и начали весь дом веселиться смысл конечно в этом и знаете если вы уже помните вот кто последовательно смотрит почему я всем говорю конечно тот кто будет искренне искать давать кому-то я конечно ролики пишу чтобы ответы давать на эти вопросы меня раз этими местами тоже тыкали в комментариях и какие как-то приходило на сердце скринил что потом может даже зачитать но я действительно помню что мне на это место тоже указывает что якобы вот из уже рассказывает закалите ленка типа ешьте да вот и действительно как людям показать если он нам расскажет что я показывал как иногда в евангелии даже как-то несостыковочно глупо описано что там в доме начальника фарисеев один хлеб пришли покушать да или там даже в доме у марфы там что один хлеб я говорю еле когда напишу он там суетилась вся из себя выходила лишь бы там стол шикарный накрыть да и то этого же так не написано это я уже добавляю потому что по смыслу все это понятно да вот и как иисус рассказывает что в царстве божьем блажен кто вкусит хлеба а чего кроме хлеба ничего там больше не будет вот и здесь также естественно здесь речь идет что одел по и и и и приказал до приготовить шикарное пиршество так что но опять же для грешников может был непонятно вот им-то грешнику чё надо до кусочек баранины послаще поэтому сус принципе в притче в первый когда ты с человеком с грешником общаешься ему надо саму суть донести он попытался показать этого бога любовь потому что он нам открыл как бог любовь или это символ бог родитель по идее родители должны быть абсолютно любовью для своих детей показал что ждет этого сына все самое лучшее в уме грешника до самое лучшее это вот пожрал посытнее одежда полненее даже пошел к и вот иисус просто говорит теми образами которые сейчас понятно этим людям которые впервые его многие слышат ходил по разным незнакомым селам и деревням говорил это очень важно все тоже понимать иисус не был так скажем знаете как у нас как действительно есть веган активисты я много раз их обличаю сам всегда точнее ну по мере всегда то тоже говорю как вот в каждом ролике да что любовь веганство у вас свелось все к одной любви к животным а как же любовь к людям а как же то а как же все да как же политика а как же то а как же все как они там любят делить все это на политику да или еще на что-то на экономику вот это наша жизнь всех с вами надо везде там участвовать все это здесь тоже сам поэтому конечно это была притча направленная очень узко рассказать вот этот образ поэтому иисус не говорил он как бы вы сделали он рассказал им понятную им образ и притчу дав понять о том насколько бог любовь и всякого кающего грешника вернувшегося бог прощает да и тот начинает новую жизнь написать что этот сын потом в доме отца стал чего делать уже трудиться раньше он был лодырем таким да все мечтала какой-то халяви а теперь стал действительно вернувшись познав жизнь пусть и все ее горечи стал всю дурость свою стал действительно достойным сыном своего отца и стал трудиться в доме отца вот смысл притчи конечно же это место ни в коем случае не может быть оправданием для кого-то чтобы не быть веганом чтобы перестать убивать животных пожирать их не трупы да и не раскрыть себе полноту любви божьей ко всему его творению следующее место у нас точно такой же опять в принципе по сути очень близко читаем это матфея 20 мы с вами в принципе все три места прочитаем это может сказать из одного места это где иисус это матфея евангелие от матфея 22 23 и 24 глава ну 24 там и 25 мы с вами до 4 пропустим я имею что куски будут вырваны но кто знает а кто нет я как бы заранее говорю о том что это большая речь иисуса она вся но в моих текстах всегда на сайте она выделен таким огненным оранжевым цветом я ее всегда делаю это на самом деле большая такая неразрывная речь иисуса вот но 22 глава как бы там есть маленькие разрывы и 23 24 это прямо там посвящено последним временам суду всему этого но 2 22 главах не также прилипает по сути это неразрывная речь просто там суса царстве небесного это потом последнем времени много говорит 22 главе это все тоже прямая речь иисуса и просто вопрос учеников о храме и о последних временах и он им еще ну так по евангелию опять как большую речь говорит уже на 23 тире 25 и 3 главы последнем времени который заканчивается судом божьим да вот и я то есть мы видим своем контексте рассказываю но и вот из 22 главы где иисуса царстве небесном опять рассказывает да иисус продолжая говорить им притчами притчами до сказал царство небесное подобно человеку царю очень близкий сейчас образ мы с вами прочитаем в принципе и притча брудно о блудном сыне практически одинаково только там больше иисус имел ввиду не зря мы читаем это там середина евангелия где-то это еще учение то здесь и там это жизнь это это хоть там тоже этот отец в роли бога символ бога этот сын мы все с вами грешники которые когда-то ушли от бога да то здесь уже говорит и там призыв к покаянию потом там он трудится в доме отца начинает то есть это наш с вами земная жизнь здесь говорится потом о жизни небесной который все нас с вами ждет то есть уже о конце времен и говорит что подобно царю царство небесное который сделал брачный пир для сына своего до опять царь сын и послал рабов своих звать званых на брачный пир и не хотели прийти опять послал других рабов сказав скажите званым вот я приготовила бой обед мой тельцы мои и что откормлена заколото и все готово приходите на брачный пир но они пренебрежь и тем пошли кто на поле свое а кто на торговлю свою прочее расхватив рабов его оскорбили и убили услышав об этом царь разгневался послал войска свои истребил этих убийц и сжег их город вы знаете здесь очень хороший момент вот видите не вырваты стих а даже мы с вами небольшой хотя это тоже вырванный абзац так скажем из общей речи иисуса все-таки это законченная его конкретная притч там он их много говорил да вот заметьте чем она заканчивается услышав об этом это все притча заканчивается царь разгневался послал войска свои и истребил этих убийц и сжег город их это вот знаете то же самое иисус конечно же это бог любовь явишься во плоти проповедует что бог но уже нет своего имени а якобы бог хотя это он и есть отец одно говорит что он отец он абсолютная любовь вот здесь он говорит как о царе говорит он людям которые вы не понимают поэтому уже берет такой более грозный вид вы знаете иисус говорит с некоторыми людьми точно так же как многие родители говорят со своими детьми маленькими и пор очень бестолковыми которые в каком-то своем злодеянии упираются и любой родитель нормальный может в принципе дойти до такого правильно гнева когда говорит не трожь не трожь накажу накажу ну или может конечно не очень хорошие слова да ну родитель можно раскатил убью не трогай да или там еще что-то побью да побью не трогай да заметьте иисус говорит что этот царь когда к нему не придут на пир до разгневается пошлет войска и истребит убийц и сжег их город согласуется это с богом любовью нет но вы знаете прекрасно что люди многие не понимают хорошего языка и школа жизни и воспитание и дрессировка даже животных кто знает да проходит всего я с людьми и животные и дети как вы все прекрасно знаете это быть не раз говорил что животное это уровне детей и дети поэтому то же самое это как маленькие дети как взрослые животные да наоборот они воспитывают столь кнутом и пряником по-другому никак именно поэтому словах иисуса находим такие порой отеческие такие воспитательные отголоски да вот тогда можно приписать иисус что-то как я всегда говорю тут и антипацифистов наоборот милитаристов так называемых военщину всю и туда что вот же иисус говорит можно пойти сжечь там город истребить всех в этом городе можно ли это делать не иисус говорит притчами образами людям понятным давайте мои пометки прочитаем если иисус говорил такое про тельцов да не будет то то это всего лишь притчи понятная рабам чрева для которых царство небесное ассоциируется с кучей трупов для жрат вы о чем все время говорю у луки эта же история спокойно рассказана без всяких подробностей об убийстве животных один человек сделал большой ужин и звал многих вот сейчас я вам просто на примере докажу помните я вам сколько раз пытаюсь время показать что в принципе можно спокойно убрать стих какой или просто перефразировать слова иисуса но якобы слова иисуса который до нас бумажках дошли взять и прочитать по-другому я вам много раз конечно такие примеры показывал где я не могу вам доказать из еще какого-то евангелия до нас дошли некие четыре евангелия которые некими четырьмя людьми описаны порой даже не не свет не прямыми свидетелями жизни учения иисуса христа и от вам на сегодняшнем примере кто меня давно слушает и надо может быть кого что-то коробило вот пожалуйста смотрите мы открываем лук и 14 главу с 15 стиха это даже прям точно то то же самое место хотя у луки все немножко по-другому написано и вот смотрите как мы с вами читаем услышав это никто из возлежащих с них с ним сказал они там были ну ели пищу и куда иисуса в дом с учениками пригласили ну и никто возлежащий говорит блажен кто вкусит опять хлеба в царстве божьем до пищи в царстве божьем в общем переводится рим хлебка вот в царстве божьем кроме хлеба ничего не будет иисус же сказал ему и вот иисус и тут немножко по-другому то есть опять лука где-то там и кстати евангелие от луки я все равно ведь и даже вам стараюсь все эти вещи постараться рассказать успеть поэтому такие большие ролики что лука это тот кто писал даже евангелие являясь его автором якобы писал как он сам сказал не будучи не учеником иисуса он он писал его со слов очевидцев до жизни и учения иисуса с учеников христовых сам он иисуса не видел не слышал не щупал не ходил с ним но он собирает всю информацию решил написать свое евангелие и в его притче она в принципе одинаковая но тут уже не не человек не царь а человек то есть небольшие расхожести но в принципе сейчас я умеет целиком зачитаю вы убедитесь как я спокойно почему я многие те места которые не соответствуют истине да посадите я такой великий могу говорить что в евангелии есть несоответствие и спокойненько переписываю евангелие почему а посмотрите на луку как написано он же сказал ему один человек сделал большой ужин и звал многих ничего тут не написано что он кого-то тут закалывал до откормленных теленков там да нет и когда наступило время ужина послал раба своего сказать званым идите и вы все уже готовы и начали все как бы сговорившись извиняться первый сказал мне купил землю другой сказал я купил под пять воров я сокращаю третий сказал я женился и возвратившись раб тот донес господин сын тогда разгневшись хозяин дом сказал рабу своему пойдите скорее по улицам и горды приведите нищих увечных рамых и слепых и сказал раб господин исполнено как ты приказал и еще есть место господин сказал рабу пойди по дорогам изгородим и убеди прийти чтобы напомнился дома и высказывал вам что нет никто из тех званых не вкусит моего ужина заметьте не хлеба а у есть уже ужина почему-то вообще да вот я говорю здесь мы хлеба кто вкусит здесь все правильно ужина или еды было бы вообще правильно переводить мало ли может это обед какая разница да вот правильного и так смыслово переносить просто пищи еда что-то такое да никто не вкусит мы в моей пищи ему ужина ибо много званых мало избранных вот вам пожалуйста законченный кусок с ним шло множество народу обратил сказал им и тут уже дальше переходит на другой смысл та же самая притча и заметьте лукаю пересказывает не не говоря ничего что иисус сказал и вот один человек сделал большой ужин и как бы мы должны прочитать тельцы и что откормлено все заколото и звал им и и позвать и звал многих если сюда в луку это вставить ничего лука спокойно рассказываю эту притчу рассказывает ее без всяких заколотых и откормленных тельцов откормленных тельцов которых потом закалывали нет ему не надо было все это рассказывать в прекрасных какой ну понятно что здесь подразумевается шикарный большой ужин но тут написано слово большой опять синодальная то есть тут некий человек понятно что богатый да хотя даже здесь не сказано слово богатый да но мы когда слушаем иисуса мы понимаем какой смысл у нас до нас хочет донести что некий царь вот именно правда тогда был нам видите опять же лука не произносит не царь небогатый человек один человек сделал большой ужин опять же но насколько большой уже это слово принц на говорит что это о чем-то и звал многих да то есть мы видим тут речь суть о пирушке это смысл и вот у луки она отлично написана получается иисус мог и так выражаться а если он выражался так по луке так может здесь кто-то что-то приписал кому надо было трупожорство в христианство внедрить как вы считаете оказывается пожалуйста то о чем я вам не раз показывал как можно просто убирать эти стихи и никакого смысла от этого вообще не меняется они никакой смысловой нагрузки абсолютно не несут да можно вообще его не то что там рассказывать ой сколько там даже по-вегански сколько там всех вкусностей будет как там все накрую красиво вам веганы на крови до христиане и иисуса не было задачи в этих притчах рассказывает да пусть там каждый нас и на сию секунду пока сам вкладывать что для него шикарный ужин на котором хотел бы побывать да чё он там любит посмаковать похавать да вот эти примеры я вам всегда показывал вот как они работают и реально так называемом святом евангелии пожалуйста возьмите у луки там нет ничего не про заколотых тельцов никаких откормленных да так может этого и не было я вам скажу что этого не было потому что иисус это бог есть любовь он не имел нужды в таких фразах и выражениях лишний раз соблажняющих людей в том плане несущих зло и истину иисус есть бог любовь и нет в нем никакого зла еще я пошел в этот раз вы заметили помните про рыбу я не стал это тоже как скрывать закрывать и вы знаете ведь кто люди кто занимался психологии тоже знает такой момент это в жизни работает в разных сферах кто и где применяет это сама смысл это все говорят что надо все на хорошем заканчивать неважно проповедь жизнь день слова и и даже самое плохое можно спокойненько закончено хорошему человека останется мысль хорошая позитивная я вот там про рыбу где я не стал там переворачивать все с ног на голову помните прочитал так скажем по синхронности событий все-таки от начала евангелия концу и закончил вот он главой евангелия то на где как бы там прям ну много про рыбу и прям тяжело что-то там скажем оправдать все это то здесь как видите я тоже иду просто не с какой-то там целью эти куски никак нельзя связать и просто какие мне бог положил все эти на сердце или какие-то мне я вспоминал что мне на них тыкали но что-то я сам просто бог не клал на сердце я все это добавил да здесь они идут наоборот уже все меньше меньше так скажем мы с вами прочитали то как мы видим сегодня с вами читаем это не прямые заповеди иисуса это не оправдая это не против как там трупажоры с веганами воюет унижая их оскорбляя говорят что это они всю дурь несут да вот нет то есть мы видим это просто притчи как мы видим спокойненько без этих мест можно вообще обходиться очень спокойненько вот мы с вами прочитали два раза одну и ту же притчу вот опять же дублеж 1 причем про блудного сына она только в одном месте сказано да у того же самое кстати притча ведь о блудном сыне сейчас проверю по моему она волки же сказано да да вот луки мы с вами и у этого же луки у одного автора до другую притчу о царстве божьем то есть получается получается у луки где то есть что как бы принципе одна и та же причка будет повторяется как будто иисус ее дважды рассказывал да я от ее потом о царстве небесном в матфее показываю а вот было бы неплохо действительно получать сравнить что мы в луке можем прочитать два разных места якобы иисус и так и так выражался евро а может тот просто в одном месте что-то изменил в другом нет так что вот так вот я призываю вас всех быть в этом плане адекватными светлыми и видеть что все это все это никак не может служить оправданием беззаконии да но давайте мы уже все места дочитаем ируют мы идем наоборот в этот раз не не по пути нагнетания так скажем не хотела наоборот я вот просто когда читал вспомнила этот момент и то же решила него продолжается и 13 большая речь исуса а последних временах иисус таких говорит слова горе вам вожди слепые которые говорите если кто поклянется храмом то ничего а если кто поклоняется золотом храма топ от тот повинен безумные слепые что больше золото или храм освещающий золото также если кто поклянется жертвенником то ничего если же кто поклянется даром который на нем тот повинен безумные слепые что больше дар или жертвенник освещающий дар и так клянущийся жертвенником клянется им и всем что на нем и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем клянущийся небом клянется престолом божиим и сидящим на нем горе вам книжники фарисеи лицемеры что даете десятину смяты они с этмина и оставляй оставили важнейших законе суд милость то есть доброту и веру 1 это надлежало делать и того не оставлять вожде слепые отсаживающие комара а верблюда поглажающие ну и мой комментарий под даром же не обязательно подразумевать животных разве не иисус выгонял всех животных из храма чтобы их не приносили в жертву разве он не предлагал вообще разрушить храм иисус говорит на понятном для грешникам языке и их уровне духовности ну я в общем то зачитывал о чем все время говорю то есть еще раз этот момент я почему сюда включил то есть якобы айсус то говорит особенно там в матфей 23 он обличает и спорит там в храме именно с аудеями да и вот он им и дает эти понятные образы да о том что там конечно глубокий смысл про дар или жертвенник это про то что опять же они давно казалось бы они как говорится как иисус и никодим обличал должны быть учителями и вообще смысл-то в человеке и все все даже законы религии в теории они должны делать даже обряды по идее не должны делать и человека лучше а во всех религиях обряды делаются совершаются ради обрядов ну или ради бога иисус говорит разве да если вы тем более человека похулили там обокрали развит не то же самое что вы бога обокрали да у нам там другой глубокий смысл несет поэтому я вам стараюсь от этого чтобы свои ролики конечно по времени ограничивать хоть как-то во все эти глубины не вдаваться или просто пусть это не так даже глубину был у вагу порой все это на поверхности но все это мы сегодня ролик посвящаем вот именно да и вот что иисус этими речами опять может оправдывать убийство животных нет я вам уже все это прочитал еще раз своими словами скажу из это разве тот иисус может одобрять жертвоприношение который сам мы видим постоянно на праздник иерусалимский в этом храме что в первый свой приход что в 3 2 1 мы не знаем был ли он тоже праздник пасхи каждый год был его уже искали убить на втором уж не было он был в первый раз и в 3 когда перед своим уже арестом пришел уже знает что он отдаст себя в руки грешников и он там всех животных выгнал и не позволил в глубей сказал чтобы забрали оттуда всех животных сказал что дом божий суши его решили построить он должен быть дома молитвы вообще по евангелия то она в первых главах прямо видим когда в начале услужения он пришел вот так на праздник вообще предлагал иудеям раздолбать этот храм хлам хра хлам правда храм хлам в клочья его разнести сказать разрушите его этот храм я в три дня воссоздам его естественно иисус не собирался никакой храм кирпичный воссоздавать он им говорил о том что из вас храм вас то восстанет но там понятно духовный смысл ученики поняли что он говорит о храме тела своего вот этот иносказательно он им может предложил убить себя сейчас не буду тоже то место уж толковать кто меня знает все это может посмотреть найти все те места да но он им прямо предлагает на самом деле разрушить все это капище потому что да они сами воссоздадутся когда вы разрушите это внешнее капище вы сами станете до дома божьим и тогда дух божий вселится в вас до когда вы поймете что бог не там а вот здесь если я любовь то я есть бог все вот эти внешние аллах махаллах да все это ни к чему хорошему людей не приводит вот так вот вот вам это место может она служить оправданием да там убийство животных жертвенного но по сути жертв кто знает лишь не просто в жертву людей при но и они людей приносили животных а потом их выкидывать там сжигают нет они же ели сжигали все остатки а самую труп то там мир мясо все это потребляли точно так же да так что вот так вот вот я вам просто на этих примерах показываю да иисус там выражался на их по нему с иудеями говорил об этом храме там или там есть большой контекст если его возьмем а лучше контекст всего евангелия взять да вот может это место то же самое опять служить конечно нет ну и заканчивает иисус это прям вообще заканчивается его речь на самом деле в этой 25 главе 30 и 31 стих это прям не заканчивается это суде на метку эпизод заканчивается мини и пипи вся эта речь его заканчивается мини эпизодом о суде да причем судей не над христианами уже о суде над всеми народами над язычниками как говорится да и он тоже опять об этом суде говорит просто приточно символьным языком когда же придет сын человеческий во славе своей со всеми когда же придет сын человеческий во славе своей и все святые ангелы с ним тогда сядет на престоле славы своей и соберутся пред ним все народы и отделит одних от других как пастор отделяет овец от козлов и поставить овец по правую сторону а козлов по левую ну и там иисус говорит что кто такие эти козлы и овцы уже символь на которых он сказал что козлы и те кто будет по левую то люди которые не помогали ближним не любили овцы это те люди которые помогали ближним любили а раз делали это людям делали самому иисус христос самому богу и те кто не делали не делали это богу моя пометочка иисус говорит приточным и образным понятным языком для слушателей это же не И значит, что он учит, что козлы, сами животные, да, козлят очень классные животные, очень веселые, игривые животные, которых можно мучить и убивать. Вот разве, говорю, вот Иисус говорит приточным языком, что козлы это те, кто заканчивает Иисус, когда говорит, кто эти правые, кто левые, как я вам уже так кратенько сказал, кто любил людей, окружающий мир, да, тот Бога любил, а кто не любил, тот Бога не любил, кто не делал это в делах, да, не на словах я люблю Бога, а именно в делах, как он говорил, там, ближнего накормил человека, напоил, да, кров дал, вот ты меня это сделал, мне это сделал. А заканчивает он, и пойдут эти овцы, праведники, ну там он не говорит овцам, там уже прямым языком. Иисус очень часто, знаете, у него прямо начинает с символьной языка, и он у него прям плавно переходит или резко в прямой язык, у него очень часто так речи построены. И он уже в конце прямо говорит о том, что он вот сейчас сказал символьно. И пойдут праведники в жизнь вечную, а грешники в муку вечную, сами пойдут, не Бог их пошлет, они сами пойдут туда, где им хорошо. Грешники грешникам, праведники праведникам, да, вот. И прямо сказал кто-то, мы из этих речей, можно сказать, прямо понимаем, кто такие овцы, кто такие козлы, праведники и грешники, все. Ну разве от этого можно теперь, раз Иисус дал такой образ, взять и пойти убивать козлов, только потому что, кто знает откуда козел отпущение-то, это вот как раз оттуда, так там еще, из еврейства, когда-нибудь там, вот именно, на козла, типа, типа Бог их научил, всем народам руки возлагали, весь грех народа, да, и отпускали его в пустыню, чтобы его там какой-нибудь хищник сожрал. Вот. А есть там момент, где они сами его там убивают. Вот так вот. Ну разве Иисус это мучил? Не будем сейчас Моисея, да, тяжелый случай там, я все это, кто хочет, обратитесь к чтениям целиком Библии, есть у меня на канале, там все знаете. Можем мы теперь бедных животных, которых именуют козлами, козлятами, козами, да, теперь к ним плохо относиться, только потому что Иисус такую речь произнес, что те, кто по левую сторону, это козлы. Нет, конечно. Но можно дойти до безумия, чтобы брать слова Иисуса, приточные, и в дуре жизни своей превращать, и оправдать любое беззаконие. Может подобная фраза Иисуса дать нам поводом, там, не быть веганом, я говорю, плохо относиться к животным, в частности, вот, козочкам, козлам, козленкам. Нет, конечно, прекрасные животные, да. В оконсовке, к чему мы все возвращаемся? К началу, к первой главе книги Бытия. Я вам буду в каждом ролике напоминать это, у нас 40 минут, нормально, да. И напоминаю вам еще раз, про птиц сегодня мы с вами и рыб пропустим, зачитаю вам про таких крупных животных. И сказал Бог, первая глава книги Бытия, да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов и зверей земных, породу их. И стало так. И создал Бог зверей земных, пород их, и скот пород их, и всех гадов земных, пород их. И увидел Бог, что это хорошо. И чем заканчивается первая глава книги Бытия? И сказал Бог, вот я даю вам, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которой плод древесный, сеющий семя, вам все это будет в пищу. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому гаду, пресмыкающемуся по земле, в котором душа жива, я, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что он создал, и вот все очень хорошо. И был вечер, и было утро, день шестой. Бог создал веганский мир, Бог есть любовь, и хотя он в свободе, он неизменен, хотя может творить зло, его не творит. А потому Бог, любовь, явишься во плоти, не мог творить зла, не мог учить людей плохому, и не мог призывать плохому. Такой мой всегда будет конец. Моим проповеди. Поэтому все, кто ищет оправдание не быть веганами, вы сами об этом пожалеете в свое время. Как я вам сказал, мы, в принципе, вышли на финишную прямую. Следующее видео, самое уже, можно сказать, тоже такое важное. Еще одно, последнее из серий, не веган, ибо Иисус с учениками ел ягненка. Ролик о так называемом Пасхе, о прощальном ужине, или как его религиозник называет, тайное вечеря Иисуса с учениками, где якобы он или они там закалывали ягненка, убитого его, труп этот пожирали. По образу всех евреев, которые еще из Ветхого Завета все это тянулось. Да, с Исхода, с Моисея, с Египта, когда они переходили. Все в следующем ролике. Если я забуду, напомните мне дать ссылки. Ну, или, в принципе, все в плейлисте. И последний ролик по Евангелию, да, именно веган. Я его так назвал, ну, христолюб, веган, я веган, христолюб, или я веган, ибо Иисус, наоборот, Бог, любовь, во плоти, о чем я постоянно говорю. Моя одна из любимых иллюстраций такая, где Иисус со стигматами обнимает как раз вот этого барашка или ягненка, да, и мы с вами там разберем все места, увидим другого Христа, когда я концентрирована, вам напомню, покажу все места от его рождения, когда, да, родился он в яслях, да, от этих ягнят, да. И мы с вами все места, наоборот, добрые, светлые, посмотрим, вот, вплоть до пасхального ужина. Но я его выделил, и как раз мы уже просто обо всем немножечко вспомним, как все эти моменты, какие добрые Иисусы показывают веганам, и, я надеюсь, убедимся в том, что действительно это так. Вот такие два ролика нам предстоят. Все они, чтобы отдельные вам ссылки не давал, в конце презентации самого раздела на моем канале веганство, и там четыре плейлиста всегда, это веганство по сердцу, это где не мои видео собраны, не авторские, это где чьи-нибудь другие лекции, проповеди, выступления, художественные документальные фильмы, клипы, стихи, все творчество, ну, в общем, все, что связано с веганством, но не мои видео. Плейлист не веган потому что, где я отвечаю на самые известные оправдания людей, неважно, не религиозных даже, да, не относящихся ни к христианству, ни к чему-нибудь вере. Вот, почему не веган человек, да, ну, то есть, там, вопросы, мой ответ. Веган во Христе, где вот в свободе слова я говорю о веганстве как христианин, естественно, вот, поэтому христианам должно быть особо все это близко. И в отдельно выделил, несмотря на то, что есть плейлист веган во Христе, это веган по Библии, где вот, как видите, уже больше 40 видео. Ну, 50 максимум, а, ну, да, совсем, потом еще апостол у нас. Но я думаю, что под 50 здесь точно будет видео. Вот, как видите, все места, какие в Библии есть, какие трупажоры, кто, именно трупажоры христиане, или пусть они там, может, не христиане, но где-то понаслышались, поналяпались, всего этого понахавались, понахавались, точнее, не поналяпались, понаврывались, да, вот этого всего. Знают там какие-то местечки, давай тыкать, плеваться вот в таких, как я, что вот тут есть. У меня есть там, на самом деле, ответы на все вопросы, начиная вот прямо от книги «Бытие», которую я вам постоянно, от первой главы, что мир был богом, любовью, естественно, создан веганским, где никаких слез, страданий, пролития крови, боли, ничего не было, не должно было быть творимо, и творить все это начал человек. Именно Адам с Евой первыми убили живое существо и сожрали его труп. Там я обо всем этом говорю, там найдете вы все видео, в том числе и вот это уже, да, и все последующие, о которых я сегодня сказал, а дальше у нас еще по апостолам там будет, и даже из преданий я хочу кое-что добавить, из так называемого религиозного предания ортодоксальных сект, православия, католицизма, ну или когда оно еще было ортодоксией. Ну, в общем, все вы там это найдете. На это у меня все. Кому нравится, ставьте лайки, обязательно не забывайте и делитесь этими роликами на своих ресурсах, в своих соцсетях, где только хотите, в личными сообщениями. До встречи в следующих видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok